и я участв раскаиваюсь опоздала на 6 минут очень извиняюсь за то что не рассчитал свое время и заставил вас ждать вот это искреннее раскаяние теперь но если я завтра опять опоздаю например да то же у вас возникнет сомнения насколько было мое искреннее раскаяние правильно вот поэтому я скажу так что урок начинается с 10 до 10 на 5 то есть я так я раскаиваю что я опоздал я в будущем не уверен что я не смогу прямо что смогу вернее никогда не опаздывает поэтому я заранее предупреждаю что урок начинается с 10 до 10 на 5 все я тогда вот тогда это искренне раскаяние я понял свою ошибку я обдумал и сейчас я вот первым максим максим извини тоже вот я сейчас перед максимом тоже я должен был переслать ну что ты в этот раз прислал мне не в таком формате как обычно она меня сбила поэтому я вопрос и начал задавать все прислали вот как-то обычно присылают что уже формате присылает хорошо то что я должен был переслать чтоб тебе переслали максим понял это мы с ним говорим на нашем внутреннем коде то же самое тоже получилось очень хорошее практическое занятие потому что тону чтобы понять тура на четырех уровнях идет есть уровень шатусы поняли перешли мне в том формате в котором ты обычно пересылаешь все то есть все слова понятны но только максим понял 2 уровень это намек потому что второй уровень понимания туры это намек его понимают только те которые знают всю тору и они понимают что а это намек на это это намек на это третий уровень называется драж расшифровка здесь например в моем сообщении давать его не было никакого скрытого кода но например там я не знаю есть в торе есть уровень кода в котором в обычном сообщении зашита совершенно какой-то другой смысл который знают только те кто обладают ключами расшифровки и четвертый уровень называется сот это тайна тут может и была какая-то тайна но я даже тоже не знаю какая здесь тайна была тайный уровень это уровень уже проникновение в духовные корни всего это то что изучает каббала и они изучают значит духовные корни вот этой материальной реальности и они есть в любом сообщении то есть любом сообщении которое человек посылает есть вот эти четыре смысла не не только в торе кстати тора это одна нам это как и знание как это работает вот я сейчас тоже задумался до что в любом сообщении которое человек другому сообщает в нем есть четыре этих смысла потому что очень часто говорят один кто-то говорит нам девушки девушка горит дайте пройти она говорит а вы на что намекаете он говорит да я просто снял дайте пройти она горит но я понял ваш намел все то есть видите даже в обычных разговорах иногда есть намеки все вы да мы продолжаем изучать глава которая называется это 26 глава книги путь праведников называется это глава ворота раскаяния то есть если человек на одна ошибался надел то что называется грехи на языке тора и то что бог сказал это делать нельзя и он надел эти грехов то есть специальный механизм который называется раскаются вернуться на ту версию до греха в которой ты был то есть любой же грех он до него не было греха еще я который там например он на решила кого-то что-то украсть за минуту до этого он не украл это может даже думал вообще красный за потом видеть чемодан с деньгами стоит он думает да красный за да да нельзя красть думает он мама говорила ну а даже не имела ведущего это деньгами вот этот который сейчас это вообще чемодан с деньгами вообще не кража это мне всевышний послал просто подарок я молился а он не прислал это чем-то ну и что что за него держится сейчас инкассатор за это чем-то с деньгами ну инкассатор держится и держится у него работа такая держаться лишь из инкассатора заберу этот чемодан и все а инкассатора например он на него что давай чем думает но не хочет жизнь это джунгли хочет не хочет чемодан домой уже как бы я уже к нему привык мысленно и вот теперь когда уже потом он сидит в тюрьме этот человек да который чемодан взял вот здесь же думает зачем мне на этот инкассатора напал зачем это чемодан вообще хотел забрать вот зря это все делал зачем это все делал это называется раскаяние он возвращается к тому кем она был до того как забрал чемодан поэтому понятен на механизм раскаяния если он искренне раскаивается он пишет тогда прошение о условно-дословном освобождении удал называется удал если он в это время действительно доказал своим поведением что он больше не будет грабить инкассатора значит комиссия по удал может его его значит может освободить но за ним пристально следят чтобы вы знали и вот здесь тоже самое когда человек делает чугу раскаивается то он возвращается обратно до момента как совершил грех и он когда вернулся обратно он сожалеет об этом он понимает что так делать нельзя просят у всевышнего прощения чтобы я бы читать не буду всевышний да он на он же читает сердца и тут вот смотрите когда мы используем слова чек просит у всевышнего прощения и всевышний прощает мы подразумеваем что чеку него выбросил прощение она вообще не так работает человек который искренне просит прощения он стал другим и всевышний он на каждому дают ровно то что человек своими предыдущими слов действиями заслужил если он совершал грех то на него идет одна отдача если он раскаялся вернулся к точке до греха идет совсем другой суд даст праведливый суд не то чтобы он выбросил всевышнего прощения это невозможно всевышний что он человек вот же не человек это это творец мироздания но человек который искренне раскаивается становится другим человеком он возвращается на свою версию до греха и становится другим человеком а вот этот новый человек ему положена новая судьба понятно да теперь вопрос в чем раскаиваться как есть известный анекдот что девушка пришла к родину там священнику говорит святой отец рыбы рыбы значит я грешна грешная пришла исповедоваться они говорят чем же ты грешна дочь моя она перечисляет о чем она грешна он и говорит это одна версия он не говорит да я знаю говорит я подписан на твой инстаграм это как бы первая версия разговора а вторая версия такая она ему говорит я грешна говорит в чем грех гордыни я от каждое каждое утро я смотрю на себя в зеркало и говорю боже как ты прекрасна и так это грех гордыни он говорит мнение расстраивайтесь это не грех гордыни это заблуждение просто вы ошибаетесь это ошибка вот теперь значит мы изучали уже много разных моментов про раскаяние да и сейчас мы пришли как раз к очень интересному моменту так есть преступления вот 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 это очень важно прям я вам все это это записать потому что с этого стоит начинать вот это вот как раз он пишет так есть преступления которые в глазах большинства незаметны незначительные обратите внимание ника тысячи лет назад написано и совершающие эти преступления не кажутся себе преступниками и потому наверняка не раскаются вот вот тут как раз что большинство людей когда с ними случаются какие-то проблемы неприятности они все время говорят а мне-то за что но почему мне что плохого сделал и оказывается что есть такие преступления которые которые не кажутся себе преступниками и поэтому наверняка не раскаиваются то есть люди делают эти преступления и не раскаивается давайте посмотрим что за преступление это следующий пять случаев из упомянутых 24 всем до этого нам как бы все что мы изучаем последние уроки 24 препятствия для раскаяния вот это 5 из 24 значит первое смотрите когда едят от трапезы которая недостаточно самому хозяину это похоже на грабеж например приходит туда в дом бедного человека это тому готовит много еды делая это по неволе потому что стесняется приготовить мало а гость полагает что не делает ничего дурного думая что есть по приглашению хозяина такое может быть с позже рядом да один человек зарабатывает больше другой зарабатывает меньше они дружат тот который зарабатывает больше говорит пойдем в кафе посидели он что-то куда-то убежал тому надо заплатить а тот который убежал он думает да какая разница это для него копейки почему он по своей мерке судит для него это он там надолго зарабатывает тот кто остался из-за него заплатил для него это может быть очень большая серьезная сумма и он постесняется сказать ему слушай ну вот этому шоу не заплатил за себя ну к примеру это сейчас вот берем на современный язык и это может оказаться как грабеж да а тот кто ушел он даже даже он и не думает что он сделал что-то плохое понимаете второе когда пользуются закладом бедняка даже мотыгой и плугов ну это нам неизвестный пример да большинство даже не знаешь что такое мотыга и плуг говоря и им ведь не убавилось а я это не присвоил но значит мотыга и плуг нет а что может быть современном мире похоже на мотыгой плуг давайте подумаем какую вещь на сегодня можно занять у кого-то и и пользоваться и пользоваться чем ну например там я не знаю машину кто-то взял у кого-то машину поездить и думаю да ничего страшного а тот у кого взяли вот для него эта машина она вообще там он с него принятие сдувает даже простой момент да вот я например телец по гороскопу да я не очень у меня такой творческий беспорядок я это называю а основное дело по гороскопу у него даже все баночки стоят наклеечкой к себе в одну шириночку по росту да если я навожу какой-то беспорядок то для меня это не беспорядок и не страдание она может реально от этого страдать потому что для него важно чтобы все стояло ровненько и красивенько да и многие люди не обращают внимание на то что они могут ранить другого человека по мерке того человека просто даже это не замечают если они судят мир не по мерке другого а по своей мерке из-за этого делают то что то что является преступлением в глазах другого а у них это не преступление и вот пример следующий он еще чаще до который вообще сейчас например практически избежать его невозможно когда человек смотрит на женщин на которых его запрещено смотреть и думает будто в этом нет ничего дурного он говорит разве я совершил соития или дотронулся до нее нет и он не осознает что когда его глаза видит запрещенную ему женщину он совершает преступления потому что может привести к запрещенному действию как сказано не следуйте за вашими сердцами и глазами и не будете блуждать только мы и сердцем и глазами джмайс рейд это два раза в день мы говорим значит а теперь а мужчина то есть есть конкретно на 10 заповедях написано прям выбито было на скрижалях него желает жилу ближнего своего написано написано теперь человек смотрит на улице на плакат на котором изображена гола модель которая рекламировать там духи но наша чья-то жена идет значит замужний какой-нибудь человек до женат женатый человек идет значит за нее засмотрелся значит засмотрелся жена спрашивает причина не осмотришь так долго умели да вот думал духи тебя купить а сам он например задумался просто у него там какие-то пошли картинки в голове фантазии опа а он же не знает что в этот момент он нарушает например не возжелая жилу ближнего своего да потому что это может чья-то жена а теперь его сама жена рядом которая идет она идет в очень короткой юбке но на что жена а ее в этот момент тоже кто-то возжелал сидит вот это например там я не знаю и тоже знаете как на вкус и цвет товарища нет может кому-то нравится такие именно он ее вожелал она говорит а я я причем я просто короткую юбку отдела мне нравится там да или вообще не отдела как тебе-то нравится но есть еще отдельно такой закон что перед слепым не делать препятствия то есть когда ты кого-то совращаешь на грех то тогда это мы тебе тоже есть ответственность да это мы знаем даже по уголовному кодексу тут-то другому говорит ну давай ну-ка дай ему сейчас врежем сильно то его могут как соучастника последний за то что тот вреду что получается получается что вот этот вот то что это грех большинство людей вообще не считают ну то есть она ни у кого вообще в голове такого нету что это грех потому что этим все заполнено а потом происходит какая-то неприятность человека да он думает а я причем вообще причем тут я я вот вообще почему почему я да а вот так потому что не надо было смотреть на блокад с женщинами значит третье вот ведь я тоже очень распространено и на это на этом многие не обращают внимание когда ищут почести за счет позора ближнего чем говорить себе что не согрешил потому что его товарища здесь нет товарищ не пристыжен и никто его не стыдил а всего лишь чек сопоставил свои добрые дела и остроту ума и мудрость своим с деяниями и мудростью и остроту ума ближнего своего товарища но в глазах того кому говорил достойно дочек похвал и уважение а чек его а товарищу оказаться ничтожен как это работает на сегодня там например максим перенчук или кто-то там другой другой человек пишет пост в фейсбуке он не понимая этих дураков которые говорят так и так я вот считаю так и так а зачем ты говоришь нельзя просто сказать я считаю так и так до этого одни одни обидев там тех кого он считает дураками может это совсем не дураки на есть много разных версий или пишет например какой-нибудь вот есть врач да там врач какой-нибудь диетолог он пишет да вот этот вот там другие врачи они там вот такие сики там все на них на прогналка те которые говорят что мясо надо кушать они значит там вообще убийцы надо быть веганом хорошо ты считаешь надо быть веганом отлично будь веганом и ты даже можешь убеждать всех что надо быть веганами зачем тебе говорит что те кто против веганство они ну при стараться их как-то унизить и наоборот тот кто за это мясная там павиологическая диета он может сказать ребята есть последние доказательства говорят так так и так поэтому я считаю что было бы классно кушать мясо да в основном а для там каких-то целей нормально каждый имеет право на своем мнении но очень часто прямо это прошито что люди перед тем как сказать свое мнение они начинают такой вот вступлением до вступлением они начинают я тебе сейчас докажу что ты дурак на самом деле значит в дело обстоит вот так а ты ничего не понимаешь то есть они пытаются занизить другого и тем самым возвесить себя это грех это неправильно то есть это это бурный человеку это ущерб и даже если ты говоришь что он не слышал это все равно считается грехом а в этом грехе он сейчас напишет пять грехов которые ну на них спотыкаются практически все практически все на них спотыкаются да и последний пятый грех на котором все спотыкаются когда подозревают достойных и добродетельных людей человек полагает что не грешит и говорит а что ему сделал это не более чем подозрение и не ведает что великое преступление такое слово знаете поэтому эти книги и сейчас не читают да вот книги мудрейшие гениальные книги но вот очень читает современный и не ведает вообще слова ведает да и не ведает что великое преступление облыжно подозревать в преступлении достойного человека что за облыжно да ну то есть он как бы что за облыжно подозревать я в жизни такого слова не слышал облыжно подозревает вот поэтому дали перейдем на простой язык значит вот например вот например там моя за кто-то не буду говорить он говорит про религиозных людей да знаю этих религиозных людей они воры и все опачки сразу сразу нарушил почему потому что если например есть кто-то конкретный кто то вот у меня там есть один знакомый и он мне говорит я лично там выпивал в пост с каким-то там высоким чином какой-то там епархии церкви все говорит я лично выпивал ну хорошо лично это выпивал а значит может быть это человека как-то он забыл что пост сегодня знаете как есть иногда встречается два человека один другому говорит но это крестьяне не были один другому говорит слушай когда пост уже закончится хочу мясо спокойно покушать да а тот говорит суша я не знал что ты пост держишь и мясо не ешь введение мясо ем сейчас все он говорит так значительно запил а по закончится это я ем сейчас но мне как-то не спокойно а уже хочу когда закончится буду мясо спокойно кушать так вот есть значит ну можно кстати про рассказать и бэна мецерин да я это слышал именно в какой-то транскрипции а и может историю рассказать что двое встречаются перед девятым мало и один другому говорит ты знаешь когда уже будет девятого хочу мясо спокойно уже поесть вы это дышом молодец там типа держишь не ешь мясо ритане у нас и я не могу держаться вылета шоу что-то ну хочу спокойно и сейчас ем на меня спокойно такой человек который облыжно облыжно подозревает других людей то есть он горит все там от раввины все священники все религиозные все женщины дуры например кто-то так говорит он подозревает там 90 процентов 99 процентов женщин может вообще не дуры то получается что он одним махом оскорбил 4 миллиарда женщин например мире да если он говорит что все вот такие получается он обобщил даже если он знает одну какую-то то может быть да действительно он и так считает понятно да и детость вот в этих вот пяти греков спотыкаются практически все давайте вспомним еще раз чтобы не забыть их первое в чем спотыкаются практически все я уже забыл давайте заработать вот так учишь-учишь закрыл книгу и не помнишь а когда едят от трапезы человека которому не хватает то есть ты должен все время оценивать насколько чтобы не быть в тягость другим людям тут очень часто ты кого-то просишь поедет куда-то сделает то сделает а человеку неудобно отказаться но ты у него украл время силы деньги да очень часто на люди ошибаются не обращаем внимание но утруждают других людей есть кстати интересно вот я сейчас вспоминаю рабыцкий экземен за цель мы когда-то были у него было три годика спрятали волосы моему старшему сыну значит это было сейчас ему 24 года ну то есть это было 21 год назад за ли получается до смерти рабыцкая контактация затонет и вот мы были у него дома пришли с тортиком пришли с тортиком с таким все он там обрезал волосы из фотографии даже такие кудри у него были сына моего старшего я помню как часто мы пришли я моя мама отец мой покойный тоже зеркал на греха у нас 45 человек пришло он сам было уже 86 лет он говорит ничего и да я сам все накрою все пошел на кухню взял ты релки ничего не дал нам дотронуться то есть все все делал сам он не хотел утруждать никого и есть многое среди книжка рассказы про него то есть его был принцип жизни никого никак не утруждать собой да но большинство людей так и думают опять же я не скажу видео я сейчас нарушил пятое что я облыженно подозреваю людей достойных может быть не большинство людей может быть это моя ошибка наоборот то я вот правильно как будет сказать некоторые люди возможно об этом не знают и возможно они по ошибке как пишет автор книги делают это преступление которое в глазах большинства незаметно незначительные а я могу на него сослаться он говорит что в глазах большинства первое едят на трапезы второе пользуются вещами человека бедного говоря им не убавиться а я это не присвоил то есть я не забрал а просто пользуюсь тоже нельзя потому что для людей не обязательно он бедные люди которые очень очень тщательно относятся к своим вещам и они настолько их можно этим обидеть что просто одном понимаете у каждого своя мира как должны выглядеть вещи как ими пользоваться третье это еще раз давайте повторим смотреть на женщин да 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 женщинам показывает себя тоже проблемка в этом большая есть ты можешь сам если ты мужчина насморился там не то что надо потом за счет оба и и по бизнесу не идет например или женщина она значит ходит ходит коротко и у тебя долбат мужу шоу то есть это это очень надо на это обращать внимание четвертое ищет почести за счет позора ближнего вообще здесь конечно тут действительно надо за собой очень внимательно следить чтобы высказывая свое мнение уважать мнение других людей даже если вы с ним не согласны и не стараться возвышаться за счет других людей последнее пятое это не подозревать облыжно людей достойных да потому что облыжное подозрение очень смешного слова пустое подозрение людей достойных расценивается тоже как преступление на небе то есть это все то что пачкает душу и прерывает связь со всевышним во всем это надо раскаются значит все делаем раскаяния там дальше мы дойдем это самая большая глава в книге оказалось как раз я думаю что мы будем учить дорожа шана сейчас у нас месяц а заканчивается ну середина потом у нас будет месяц и луль месяц раскаяния и потом рожа жаба это суд на следующий день если подойти крош ашана подойти новым чистым раскаившимся с хорошими планами то в этот день сюда меняется программное обеспечение мира и человека как бы просвечивают как на мрт мрт его душу просвечивают как передение и выходит мадрица следующего года и с божьей помощью все участники уроковой игра значит будут святыми людьми к времени уже да я прямо надеюсь что у нас сейчас 197 человек в телеграмме 52 человека в фейсбуке и писать или человек ютюбе то есть у нас уже получается больше 200 человек час праведников святых людей если мы с вами вместе подойдем кроша шана святые 200 праведникам и поборемся чтобы в мире закончились сегодня то я вам даю гарантию практически с божьей помощью что это будет огромная сила и я не знаю или же это произойдет за то что это будет огромная сила влияния на мир это факт вот поэтому усиливаем чтобы нас было не 200 2000 20 тысяч 200 тысяч значит присоединяйтесь к друзьям партнерам спонсорам байкера чтобы иметь даревое участие в в этом большом важном проекте потому что каждый кто его поддерживает деньгами во всех уроках тора значит 30 тысяч часов изучения тора в месяц а выходим миллион поэтому каждый доллар превращается в несколько часов дополнительного божественного света то конечно это тоже большая будет большая будет усиление усиление праведности каждого из нас и усилением влияния на свою жизнь и на жизнь мира самое главное это шалом внутри чтобы был то есть когда человек он чувствует что он праведник у него внутри шалом когда у него он праведник по-настоящему у него шалом с другими людьми когда у него шалом внутри шалом с другими людьми наступает шалом в мире и тогда все кайфуют живут прямо радуются каждой секунде благодаря всевышнего и все хорошо в этом есть смысл рая да когда ты доволен всевышним полон любви и утирая уже здесь все удачи удачи успехом всем и счастливым и счастливым все счастливым Продолжение следует...